Тогда вопрос поставим следующим образом. Обречён ли был Пригожин на проигрыш? Я-то вот это с самого начала прогнозировал. Кто-то меня даже клевал за это. Я из раза в раз повторял, что он проиграет. Пригожин проиграет. Но все говорили, что я какой-то там недалиновидный. Ну, бог со мной. Вот сейчас уже, так сказать, с позиции того, что произошло. Мы же увидели. Этот вообще заявляет Путин, значит, что вот, справедливость ваших слов, Виталий. Да мы же ему 86 дали, 86 миллиардов дали. То есть, смысл в том, что мы же его дали ему, он кормился с рук вот и так далее. Какая частная армия, если вы тут содержали, там содержали, всё содержали. Значит, и деньги – это главный аспект. Главный аспект. А значит ли это, что Пригожин как личность, как некая публичная личность, олицетворявшая собой вот этот заговор или там уж не знаю, мятеж или рейд на Москву и так далее, был обречён, что он никуда бы не дошёл. Просто, ну, там есть, ну, тупиковость вообще натуры, которая не позволила бы. Я думаю, что у Пригожина был вполне стройный план, связанный с тем, что он собирался захватить в заложники Шойгу и Герасимов. Вот здесь были такие заложники, это же как 18 век, понимаете? Если вы захватываете в заложники герцога Конде, то это, конечно, придаёт вашей армии и вашему походу на Париж некую особую ценность. Если вы захватываете в заложники герцога Орлеанского, то ещё больше. А если у вас в плену оказывается король, как вы знаете, такое тоже было в истории средневековой Франции, когда ваша армия проходит до Парижа, так сказать, приветствуемая криками довольного населения. А если у вас, извините меня, в заложниках оказывается конюх герцога Конде, или даже его маркизантка, или даже его кухарка, ну, то извините, пожалуйста, никто не будет воспринимать вашу серьёзу, можете идти сколько угодно, вас может приветствовать тоже население, воздух чепчики бросать, но у вас нету Конде. Вот с того момента, как Шойгу и Герасимову удалось покинуть Ростов, план Пригожина был сорван. Он не мог уже, вероятно, отступиться, он должен был показать свои возможности. И он, кстати, показал. Я вообще думаю, что этот проход был неожиданностью и для Путина, и для Пригожина. Потому что они оба живут в каком-то собственном мире. Путин совершенно был уверен, что российская армия окажет Пригожину сопротивление. Пригожин готовился к войне. Никакой войны не было, как видите, он совершенно спокойно шёл. Абсолютно. Никому в этой стране нет дела до Путина. И, кстати, это точно такой же шок, как в августе 1991 года, когда Борис Николаевич подписал этот свой указ о запрете КПСС. И ни один коммунист не вышел на улицы. Ни один, вообще ноль коммунистов. Миллионы людей изображали из себя членов партии, любовь к партии, любовь к коммунистической идеологии. Многие из них даже потом голосовали за сумасшедшего Зюганова или Путина Симоненко здесь в Украине. А когда нужно было защитить коммунистическую партию от ликвидации, они просто сидели дома, жевали морковку и смотрели программу «Время». Слушайте, Виталий, простите, что я перебиваю, но ведь то же самое было в 17-м, о чём Бунин писал, когда никто не вышел в Таря защитить. Куда делись, как он писал в «Окаянных гневах», куда делись эти дворянские собрания, все эти черносотенные партии, все эти, так сказать, правые христолюбцы, которые защищали дом Романовых, где все эти миллионы, несчётное количество этих партий русского народа, союза русского народа, где они все, дворянские собрания. Вот, так получается, никогда не выходят. Ну, то есть, есть равнодушие русского народа к русскому государству. Все говорят, вот русские, они всё-таки государственно образующий народ. Это не какие-то там украинские хуторов, не какие-то там казахи с юрт, но это понятно, почему они должны быть с нами. У них же никогда не было государства, а мы государственная нация, посмотрите. Русский человек и в Сибирь пошёл и всё там изгадил, и на Дальний Восток пришёл и всё там изгадил, и в Украину пришёл и всё там жёг, и в Казахстане реки куда-нибудь там повернул и превратил неизвестно в что. А эти-то что могут? Что они могут? А потом оказывается, чувак бандит с отрядом, идёт по России, и все радостно ему целуют руки, как это произошло с Пригожином. Кстати говоря, вот что меня действительно тревожит, Марк, это то, что мы увидели, что Пригожин действительно вполне пользуется поддержкой вот этого электората. А я это знал, я это знал, я об этом много раз говорил, я на своём ТикТоке, на котором я размещаю ролики, вырывки из моих интервью и так далее, там, где я говорил о Пригожина, ну понятно, как я о нём говорил, вы не представляете, там же российские, мы не чищем, там не чистим, модерации, комментариев нет. 100% русская аудитория, ватная, понятно в ТикТоке, она вся за Пригожина была, вся. И причём именно в сравнении с Путиным, парадокс меня это очень удивило. Я вот поэтому начинаю думать, именно вот этот вот мятеж меня подвёл к мысли, что в общем действительно Путин никакая сильная не рука, но он некий такой прообраз Гиндебурга, Папена, этих немецких политиков, которые казались тогда, многим казался Папен, Ища Демада таким, знаете, или там Белло, кто-то из всех этих правых немецких политиков последнего периода, начала 30-х, а они не были Ища Демада. Ища Демада был фюрер, приход которого они подготовили. Вот сейчас мы прекрасно понимаем, что усилия Гиндебурга обеспечили фашизацию, радикализацию вообще немецкого общества. Оно было радикализировано по разным квартирам, от Гитлера до Тельмана, но всюду были боевики. И вот сейчас мы можем чётко сказать, что Путин подготовил почву, как сказать, как навозный жук для русского фашизма настоящего. И то, что произошло с Пригожиным, это ведь напоминает и марш на Рим Муссолини, но это был удачный марш. И особенности Мюнхенский пивной путь. Вот он был обречён, конечно, это была абсолютно акция отчаяния. Ни Гитлер, ни его соратники не могли рассчитывать на приход к власти в Баварии даже, я уже не говорю о Германии. Прошло всего несколько лет, и это была крупнейшая партия страны. Почему? Потому что усилия немецких политиков, прежде всего ультраправого толка, обеспечили спокойное отношение к национал-социализму. И вот то, что сам Путин, который не имеет никакой идеологии, который живёт ради денег, ради власти, ради самоутверждения, ради своих этих всех бездарных комплексов серой случайности, оказавшейся во главе огромного государства, но своё население, он фактически подготавливает к тому, что фашизм это и есть его судьба. Сколько бы эти люди не говорили, что они борются с фашизмом, но вот сама любовь к Багнеру, за что любить армию уголовников? Вообще непонятно. Только как понятно, это вот самая сильная рука всех, как говорил этот погибший татарский, всех убьём, всех ограбим, всех нагнём. Нам нравится? Это идеология нацизма, это идеология жизненного пространства, если хотите. Для вот этого вот спивающегося, деградирующего, не видящего никаких жизненных перспектив, кроме как перспективы убивать, грабить и насиловать русского человека. Вот такого русского человека создал Владимир Владимирович со своими этими Патрушевыми, Золотовыми, Димами, Медведевыми, всей этой чехардой. Ну хорошо, тогда с другого ещё Бога займёт, а зайдём с окружения Путина. Это тоже очень важно. Сильную руку делают, в общем, сильные, значит, всё время напрашиваются какие-то непристойности, но мы к ним не будем прибегать, естественно, хотя с Путиным это, по-моему, напрямую связано. Они все какие-то... Ну вот видим мы их, он их собирал вчера на совещании, потом вот перед этим совещанием выступил. Мы видим, что это, в общем, действительно деграданты. Но вот удивительное дело, можно ли считать то, что произошло, это всё-таки некий прообраз заговора, не сам даже заговор, но некая его имитация, что всё-таки у симпатизанты, у Пригожина были, что какая-то, пусть из своих материальных, желания власти, соображений, какая-то часть всё-таки качнулась, или какая-то часть связывала некие на перемены надежды. Я не говорю, что ближайшее окружение, что им они и так хорошо сидят. Ну, какая-то может чуть средняя, чуть пониже, но всё-таки готова была. Даже если мы предположим такую вещь, мы должны с вами понимать, что это не заговор против Путина. Это вот как Муссолини, кстати говоря, не сверх короля, он хотел стать главой Путин. Или как Гитлер, он не сверх Гинденбург. Он дожил и умер, да. Вот реальный вариант для таких людей, как Пригожин и те, кто за ними стоит, это действительно прийти в Москву, заставить Путина сменить министра обороны и назначить министра обороны даже собственного охранника, неважно кого. Важно, чтобы этот человек был в обойме победителей. И потом дожидаться конца Путина. Ну, его можно ускорить, конечно, понятно. Но вот это вот такая идея канцлера Железного, если только предположить, что был какой-то план такого рода. Но это не план смены власти. Я, кстати, думаю еще об одной исторической параллели все время, о мятеже Левых СССР. Ведь они с 6 июня 2018 года практически захватили власть в России. Все силовые культуры у них под контролем. Дзержинский был имя Арестова. У Ленина и Турцкого была охрана из Левых СССР, она могла бы обоих хотя бы спокойно изолировать. И Мария Спиридонова могла бы стать главой советского правительства. Конечно, куда более удачливыми, куда более гуманными, куда менее кровавым, чем Ленин и Троцкий. Но они не хотели брать власть. Они хотели, чтобы большевики выполнили их политическую программу. Ну и в результате подписали себе смертный приговор. И России, кстати говоря, тоже. Потому что если бы эти люди имели, если хотите, готовность взять власть в свои руки, при том, что они представляли большинство населения страны даже с точки зрения советской власти. Советского населения страны они представляли. Потому что, вы же знаете, что в советах там была непропорциональная система выборов. Просто от рабочих было больше депутатов, чем от крестьян. Но на самом деле Левые СССР имели большинство. Безусловно. Которые представляли крестьян именно, кстати. Да, разумеется. И поэтому, я имею в виду, даже в советах, я не говорю про учредительное собрание, всюду была система узурпации власти. И если бы они от имени большинства, скажем так, даже от имени большинства этих угнетенных классов, даже если мы примем эту уродливую систему как демократию, взяли бы власть в стране, они бы сами выжили. И миллионы людей бы выжили. И вот всего этого кошмара бы не было, который был потом 73 года подряд. Опять-таки, я не поклонник левых СССР. Но они не такие чудовища, как большевики. Но именно потому, что они не такие чудовища, как большевики, они верили, что они с большевиками как-то могут договориться о революции. А большевика совершенно не интересовала революция, их интересовала власть, деньги и уничтожение всего вокруг. И в результате Мария Спиридонова закончила тем, что ее расстреляли в 1941 году в этой чистопольской тюрьме. Вместе, кстати, с людьми, которые тогда ее гнобили и уничтожали. Вместе с большевистскими лидерами, вместе с женой Каменева и Раковским. Но неважно. Это уже другая история. Вот эта неготовность взять власть, она объединяет левых ССР и Пригожина. Пригожин действительно не собирался отбирать власть Владимира Владимировича дорогого и любимого, потому что он серьезно воспринимает Путина в качестве сакральной ценности. И я боюсь, что все вокруг там тоже, потому что они ничтожество, понимаете?